Субтитры делал DimaTorzok Не знаю как вы, а я в свое время провел немало незабываемых часов в старой доброй Дейзи. Романтика советского постапокалипсиса, которая так близка нашему сердцу, огромная карта с разбросанными повсюду точками интереса, куча лута, за которой еще нужно побороться с другими игроками, и конечно орды зомби. В общем, что тут говорить, Дейзи это игра, которая способна дарить настоящие эмоции. И если вам, как и мне, периодически хочется, так сказать, тряхнуть стариной, то рекомендую обратить внимание на проект Атмосфера. Это один из топовых ПВЕ-проектов в Дейзи, с множеством эксклюзивных модификаций собственной разработки и хорошим балансом. 15 серверов, ультимативный выбор карт, отзывчивая администрация, и возможность начать играть буквально в несколько кликов. Да, здесь вам не придется заморачиваться с поиском и установкой нужных модов, лаунчер все сделает за вас. Так что дело за малым, просто переходите в официальный дискорд по ссылке в описании, и приключения найдут вас сами. Дейзи, как в старые добрые времена, с атмосферой. На этой неделе The Lord of the Rings Online разворачивает свой тестовый сервер, чтобы дать игрокам возможность взглянуть на предстоящий класс, Маринер. Этот класс является частью предстоящего расширения Умбар, которое планируют выпустить когда-нибудь в этом году. Тестовый сервер, к слову, уже закрыли. Ну а Маринер это последний, добавленный в 16-летнюю ММО-РПГ класс. Поскольку Умбар тесно связан с морем, вполне логично, что новый класс будет иметь какое-то отношение к морской тематике. Ранее анонсированное обновление Инкуршн для ММО-РПГ Стартрек Онлайн вышло на ПК, а на консолях оно появится 1 ноября. Дополнение продолжает историю игры и представляет новых персонажей, в том числе астрофизика капитана Ким и командира Эрин Макдональд, которую можно было увидеть в Стартрек Продидже. Инкуршн включает в себя следующий контент. Новый эпизод, новые операции, расширение и улучшение корабля Т6, события 30-го сезона и новый сундук Продидже. Команда Арина.нет вместе с релизом обновления запустила в ММО-РПГ Гилдворс 2 новый ивент Фрактал Раш. Это специальное событие будет длиться всего лишь неделю, до 19 сентября. Мне предлагает игрокам возможность заработать дополнительные награды. Для их получения вам потребуется собирать трофеи Фрактал Раш, открывая финальные сундуки во фракталах на любом уровне сложности. Эти трофеи будут повышать уровень достижения Фрактал Раш Чемпион. За завершение уровней будут выдаваться различные полезные предметы и валюта. Чтобы начать участвовать в ивенте, вам нужно поговорить с ассистентом поддиректора Рану, находящимся в Ольвиной Арке, городской зоне региона Крита. У поклонников ММО-РПГ Шесу в Креэйшен от Интрепид Студиос осталась последняя возможность гарантировать себе доступ к Альфе 2, Бетти 1 и Бетти 2. Нужно лишь успеть купить один из наборов. Новые наборы уже поступили в продажу, и продаваться будут не месяц, а до 17 января 2024 года. Цена входного билета начинается от 75 долларов. Даты релиза? Нет, не слышали. Кроме того, месяц назад разработчики объявили, что больше не нуждаются в тестерах. Аналогичным образом студия поступила перед запуском Альфа 1. Тогда наборы пропали из продажи на 3 года. Разработчики Star Citizen из студии Cloud Imperium Games вовсю готовятся к релизу обновления Альфа 3.20 для своего проекта. А потому сейчас у нас есть возможность взглянуть на контент из грядущей версии в свежем видео. В частности, на видео демонстрируется режим Arena Commander версии 2.0 со всеми обещанными ранее исправлениями. Также в рамках трансляции разработчики заявили, что больше не будут отвечать на вопросы о сроках релиза какого-либо контента или чего-то еще. Очень удобненько. Ну и немного нагло. Команда разработчиков русскоязычной версии MMORPG Lost Ark объявила дату выпуска крупного сентябрьского обновления Valdyk вместе с представлением его основных изменений. Установка апдейта на серверы состоится 20 сентября. Одной из главных новинок этого обновления станет новый континент Valdyk. Его столица, город Холинара, был возведен мудрецами с помощью алхимии. В этом месте игроков ждет величественная башня слоновой кости, являющаяся главной сокровищницей знаний во всей окрасе. Сюжетные задания нового континента станут доступны игрокам с уровнем снаряжения не ниже 1520. Другими важными изменениями станут новые подземелья Бездны, башни слоновой кости, хранитель Каргадис и новая система улучшения снаряжения с применением эликсиров. Подробнее о всех новинках и других особенностях обновления Valdyk разработчики расскажут в ближайшее время. MMORPG Fratchett Online скоро вернется в ранний доступ Steam и компания Dynamite Studios представила новое обновление, посвященное этому событию. Новое обновление называется Roadmap to Early Access. Соответственно переиздание в Steam Early Access должно состояться в ближайшие 3-5 недель, точная дата будет названа позже. Помимо этого в обновлении также содержатся анонсы нового контента и цели на следующий этап. В New World в обновлении Rise of the Angry Earth, которое выйдет 3 октября, появится новое оружие ЦЕП. В новом видеоролике цикла Forged in Eternum команда проекта рассказала о целях разработки ЦЕПа, создании оружия поддержки танков и исцеления, а также о многом другом. Очень часто в отношении нового оружия можно услышать слово «универсальность». Разработчики сделали ЦЕПу среднюю скорость атаки и увеличенный радиус действия в ближнем бою, создав по сути утилитарное оружие, которое может быть полезным и для поддержки, и для защиты. ЦЕП делает возможной сборку своеобразного паладина за счет древ умений Клерик и Бастион. Клерик ориентирован на исцеление и усиление союзника, в то время как Бастион – это выбор для тех, кто хочет быть полезным в группе благодаря танкованию. Stormhaven Studios продолжает развивать Embers Adrift после довольно разочаровывающего запуска в октябре прошлого года в рамках обещания студии довести игру до зрелости. За последние несколько месяцев разработчики добавили целый ряд новых функций и контента, в дополнение к различным улучшениям игрового процесса и изменениям цен на подписку. Среди недавно добавленного контента – новый экземпляр Ember Wayne под названием Blight Root Grove, который был добавлен в северные районы Highland Hills с выпуском обновления Power of the Ember Wains. Это изюминка недавней прямой трансляции разработчиков, где они в сотрудничестве с YouTube-блогерами продемонстрировали новые инстансы и задачи, с которыми игроки столкнутся. Bloomberg сообщает, что компания Tencent будет заниматься разработкой мобильной версии MMORPG Blue Protocol. Также Tencent выступит издателем для этой версии проекта. Заявляется, что Tencent собрала команду разработчиков, которые уже сейчас заняты адаптацией Blue Protocol для мобильных устройств. Релиз Blue Protocol на iOS и Android пока не подтвержден официально, но издавать игру Tencent, как сообщается, планирует по всему миру. На текущий же момент, напомним, Blue Protocol доступен только на персональных компьютерах и только в Японии. За пределами страны восходящего солнца MMORPG будет издаваться силами Амазон. В прошлом месяце состоялся запуск открытой бета-версии игры Pali, и команда Singularity 6 продолжает выпускать обновления, направленные на улучшение общего опыта игроков. Так в игре появился Храм Пламени, новая зона для исследования, в которой также можно выполнить несколько квестов. Правда, для этого необходимо заранее выполнить несколько заданий, в частности, цепочку Vault of the Waves. Выполнив новое задание в Храме Пламени, вы получите в награду эксклюзивный декор жилья. Также в свежем обновлении появился новый ремесленный набор, выполненный в стиле Храма Пламени и, собственно, украшенный изображением Пламени. Новый набор включает в себя подвесной светильник, кровать, тумбочку, а также другие предметы. В продолжении осенней тематики в игре появились новые сельскохозяйственные культуры – кукуруза и острый перец. Помимо новых культур, в кулинарной мини-игре можно приготовить 10 новых блюд, включая пельмени с маслом чили, такос с чапа-асада и другие. Команда Abyss Online ответила на некоторые вопросы о первоначальном происхождении проекта на основе блокчейна, о спорной монетизации и о новом направлении развития разрабатываемой MMORPG. Недавно анонсированный Abyss Online быстро подверглась критике за то, что для финансирования разработки в ней продаются дорогостоящие пакеты, которые пока не могут ничего показать. После этого некоторые участники сообщества увидели в презентации что-то знакомое и вспомнили о более старом проекте на основе блокчейна под названием MetaGates. Это, в свою очередь, вызвало еще больше критики и обвинений в том, что недавно анонсированная игра команды является неким мошенничеством или прикрытием. Более подробно об этом все можно узнать из нашего ролика. Вот вам на него подсказка, если пропустили. В новом FAQ команда рассказывает о своей истории, как любители погрузились в MetaGates в качестве первоначального проекта, дополнив ее шуточными предложениями. Помимо этого, ответы на вопросы в основном посвящены тому, каким они видят Abyss Online после этого опыта. Также часть вопросов и ответов рассказывает о серверах, монетизации, планах по созданию 11 классов на старте с тремя подклассами в каждом, множестве вариантов выбора игроков, генерации квестов в мировых боссах, ПВЕ-контенте и многом другом. С текстовой версией можно ознакомиться по ссылке в описании. Изменения в глобальной версии MMORPG Tron and Liberty также коснутся и корейской версии игры. Об этом в открытом письме рассказал продюсер игры Анчон Ок, раскрыв много подробностей и планов. Так, разработчики определили для себя две главные боли TL – статичный бой и скучный левелинг. На текущем этапе общая боевая система была изменена, чтобы можно было атаковать во время движения. Сражения между персонажами устранены во всех областях, кроме тех, где идет конфликт. Чувствительность управления была увеличена за счет минимизации инерционного эффекта, возникающего при изменении направления. Была доработана система навыков, предпринимаются попытки сделать смену оружия более плавной, а система статов была полностью переработана. Также из игры были полностью убраны автоохота и автодвижение. Время прохождения уровней было скорректировано с учетом пассивной игры до 50 уровня. Время достижения 30 уровня, показанное в бета-версии, сократилось на треть, а время достижения 50 на 1 десятую. Скорее всего, речь идет о 10%. Более подробно об изменениях можно почитать на нашем портале по ссылке в описании. Ну или можно подождать нашего видео на эту тему, которая уже не за горами. Долгожданный старт русской версии Айон Классик, как вы, наверное, уже знаете, прошел совсем не так, как многие ожидали. Мы, умудренные опытом игроки ММО и РПГ, в принципе привычны к не самым гладким запускам проектов. Более того, на моей памяти ни одного гладкого как-то не случалось. Тем не менее, согласитесь, ситуация со стартом Айон Классик требовала отдельных пояснений. Которые нам согласился дать исполнительный директор ИНОВА Алексей Поциарковский. Если еще не смотрели подкаст, вот вам на него подсказка. Но для самых занятых вкратце. Команда не была готова к настолько массированной ДДОС-атаке, но на текущем этапе вполне справляется. Игроки получат положенную жирную компенсацию в ближайшее время. Серверы находятся на территории России. Слухи о том, что в клиенте нашли кучу дыр и этими дырами уже вовсю пользуются, не подтвердились. Ну и самое главное, вайпа не будет. И это все новости ММО и РПГ на неделе. Не забываем, как всегда, поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару. Еще услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok